Мне не нравятся дети вообще. А ты копнул, да, копнул? Какой ты провокационный мальчик. Чего ты? Я не помню, как я упал. Давай. Всем привет. Меня зовут Бережная Наталья. Многие знают меня по фамилии Музычка. Ну и так, и так я откликаюсь. Я актриса. Снимаюсь в украинских сериалах. Мечтаю сняться в полнометражном фильме. Также имела опыт съемки в рекламе, в клипах музыкальных. В общем, я красивая женщина с активной жизненной позицией. Стремлюсь стать кинозвездой, если можно так сказать. Сегодня мне предстоит интервью с детьми. Посмотрим, что за вопросы они мне приготовили и смогу ли я дать на эти вопросы в разумительный ответ. Первое вопрос, на котором будет строиться наш весь диалог, это вам понравится давать интервью? Я мое зазначительное в ТБ дуже гарно украинскому. Как тебе сказать? В принципе, не очень, если честно. Но по роду моей деятельности мне приходится рассказывать о себе, о своей семье, о том, чем я занимаюсь, потому что это интересует людей. Как ни странно. Энтони Хопкинс обо Дикабрио? Дикабрио. Потому что это мой любимый актер. Да. Он мне очень нравится как мужчина, внешне симпатичный. Звезда. Звезда, он очень талантливый. Я всегда смотрю фильмы с его участием и с большим удовольствием. И поражаюсь его актерской игре. Привет. Привет. Ты как МакГрегор смотришь в глаза перед боем. Наташа, тебя как зовут? Назар. Очень приятно. Очень приятно. Ты очень красивый мальчик. У тебя уже... Спасибо, мне как женщине очень приятно эти комплименты. У тебя уже есть любимая девочка в классе? У меня есть. Будет. Назвить плюсы и минусы актерской профессии. Минусы. Актер может быть не всегда востребован настолько, насколько ему хочется в профессии. А плюсы это, ну, если кому-то нравится, это популярность, известность, медийность. Опять же, хорошие гонорары, если ты такой топовый актер. Чуть доводилось до тестя брехати дорослым. Конечно. Конечно, да. И не договаривать, и прибреховати, конечно. Мне кажется, любой ребенок промышляет это в детстве. А некоторые, некоторые взрослые, к сожалению, и до сих пор врут. Як вы думаете, ваши батьки пошанятся вам? Думаю, что да. Ну, знаешь, с одной стороны, моя мама говорила, ну, что это за профессия актрисы? Сегодня ты востребована, а завтра нет. Но когда она меня видит по телевизору, когда она видит, допустим, рекламы со мной или какие-то борды, которые висят, она очень гордится. И папа. Ну, к сожалению, его уже нет в этом мире, но когда он был жив, он очень гордился. Какая ваша улюблена пора року? Ага. Весна. А твоя? Моя зима. Потому что зимою моё день народження. И потому что можно слепить снеговую бабу, играть в снежки. А как так? У вас есть трое детей, и вы не любите готовить? Я тебе больше скажу. Мне не нравятся дети вообще. Ну, как не нравятся. Есть такое, что вот, ну вот, не любишь детей, знаешь, они не вызывают у тебя восторга такого, но своих я очень люблю. И мне по роду деятельности, потому что я мама, мне приходилось готовить. Я это делала с любовью, но через силу. А театр обо кино? Вот тут я раздваиваюсь. Я люблю очень и театр, и кино. Ну, наверное, так как мне ближе кино, наверное, кино. А вы играли в сцене в театре? Пока еще нет. Но я надеюсь, что очень скоро это случится. А где вообще против это в театре, а в кино? Ты знаешь, если актер действительно отдается профессии своей роли, то и там, и там тяжелее. Но в кино проще, потому что там есть дубли, если что-то не удалось, можно переснять. А в театре нужно так... Тренироваться долго. Тренироваться долго, да. Репетиции очень часто. И если у тебя что-то пошло не по плану, ты должна так это симпровизировать, чтобы зритель в зале совершенно не понял, что ты либо ошиблась, либо что-то пошло не так. У вас есть любимая роль из любого фильма, который бы вы хотели сыграть? А сериал подходит? Можно. Тогда это была бы роль Рэйчел из сериала «Друзья». Чем вам подобается эта героиня? Ты знаешь, мне она нравится такой своей легкостью, веселостью, непринужденностью. Она в некотором роде, мне кажется, меня напоминает. И мне кажется, что мне было бы несложно ей играть. Потому что я бы играла, грубо говоря, саму себе. Правда? Правда. Вы помните первое свое кохание? Конечно. Это детский сад. Его звали Андрюша. Зовут, вернее, Андрюша. Мы сейчас с ним очень хорошо дружим, представляете? В каком виде вы усведомились, что хотите быть акторкой? Сейчас я тебе скажу. Где-то когда мне исполнилось года 22-23. Да, я поняла, что меня поленит этот мир искусства. И мне нравится. И мне нравится, у меня там, меня пару раз приглашали быть девушкой с обложки. И мне понравилась эта атмосферность, которая происходила на площадке. А потом я себя попробовала в пару эпизодах. И мне сказали, что у вас очень хорошо получается. Я ухватилась за эту идею, я поняла, что это мне очень нравится. Ну, где-то 22-23 точно. Вы считаете себя красивой женщиной? Я тебе нравлюсь? Так. Да, я красива. Я считаю себя красивой женщиной, если я тебе понравилась. Я чувствую, что в детстве вы хотели стать стюардессой, это так? Я тебе больше скажу, если бы мне сейчас предложили прокатиться на пару рейсов, там, допустим, Дубай Airlines, я бы не заперечивала. Я бы и сейчас хотела быть стюардессой, да? Но как так? Будешь боитесь летать? Ну, я борюсь со своими страхами. Что вы выбираете? Хороший гонорар, но плохой роль, або хорошая роль, но мало денег? Какой провокационный вопрос у тебя. Согласно, согласно. Ты знаешь, я скажу тебе, что мы все живем в материальном мире, и, конечно, хорошие гонорары это... Деньги. Деньги, да. Мы стремимся к хорошим гонорарам. Но скорее... А с другой стороны, если ты... Плохая роль, это как бы тоже уйдет тебе в резюме, и это не есть хорошо. Я скорее выберу маленький гонорар, но хорошую роль. Какую роль вам наисходнейшая изграта в кино? Наверное, очень драматическую. Эту роль нужно пропускать через себя. То есть ты переживаешь, ты в кадре много плачешь, ты показываешь эту свою боль. Чтобы зритель поверил, нужно ее все-таки через себя пропустить, а это тяжело. А чего вы любили математику? Ну, потому что я ее не очень сильно понимала, особенно там в старших классах, когда вот эти вот начались все корни. Вообще я уже забыла, что началось, но очень тяжело для меня это было. Мне ближе всегда была литература, поэтому я выбрала профессию учителя русского языка и литературы. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Инженером. Инженером каким? Что ты будешь? Прокладывать интернет? Или же ты будешь строить корабли, самолеты? Корабли, самолеты и машины. Ого, ну круто. Слушай, я тебе желаю достичь в этой профессии огромных успехов. Дякую. Чи будет подальше развиток подій в сериале «Реальная мистика»? Да, конечно. Сценаристы нам обещают очень закрученные сюжеты, неожиданные развязки, кульминации. Мы сами этого не знаем подчас, что нас ждет. Найдешь еще троянди колючки? А почему шуршит пакет? Потому что я его волнусь. Троянди колючки для того, чтобы... Для того, чтобы захищаться? Да. В каком из девочек проектов на Тайлбасчене вы бы хотели здесь заняться? Хороший вопрос. Я очень хочу поучаствовать в танцевых зеркам. Я не умею танцевать, но мне бы очень хотелось попробовать себя. И мне кажется, что вот когда сейчас набирают людей, они более-менее умеют танцевать. Это не очень интересно смотрится. А вот именно тех, которые вообще не имеют понятия, что и как. Вот это интересно за ними наблюдать, как они за время эфиров становятся и выдают какие-то вот... А у вас есть режиссерские амбиции? На сегодняшний день нет. Почему? Потому что это очень тяжело. Я еще не настолько хорошо вижу конечный результат какой-то работы. А режиссеры, они видят, как они будут монтировать, что в итоге получится, какой фильм будет. Они уже, знаешь, себе в голове этот фильм уже проиграли несколько раз. И теперь они пытаются на площадке все это выстроить. Я еще не понимаю, как это делается. Это очень тяжело. Как вы на актерство, то вы чем занимались? Хороший вопрос. Я хотела открыть свой свадебный салон. А який ваш улюбленный сериал, в яком вы граете? В яком я граю? Ну, так. На сегодняшний день, наверное, реальная мистика. Но мне еще очень нравился сериал, сейчас, кстати, выйдет на телеканале TED, Короли Палат. Это про медицину. Да, про медицину, очень комедийный сериал, тоже прикольно. Какие божевильные девчонки здесь для вас? Мужчины, да? Ты имеешь в виду? Они совершали для меня скорее стандартные какие-то поступки, нежели божевильные. Мне еще в жизни, к сожалению, а может и к счастью, не попадались такие мужчины, которые сделали бы нечто, от чего бы у меня дух захватил. А у тебя есть девочка? Так. Класс. И как она тебе? Да. А как ее зовут? Настя. Давай Насте сейчас переведем привет. Ну, типа... Можно? Вот там твоя камера, твой крупный, говори, Настя, привет. Настя, привет. Как меня это умиляет. Вот знаешь, что ты сейчас делал? Наверное, божевильный поступок. Молодец. Ты очень смелый мальчик, ты очень ответственный. Я тебе желаю, чтобы у тебя в жизни все получилось так, как ты того хочешь. Дякую. И тоби дякую. Дуже текало интервью. Так. Вы знаете, мне очень понравилось давать интервью детишкам. Все они, конечно, по-своему оригинальны. Я прям зарядилась, если честно, энергией, потому что... Я ждала, что вопросы будут каверезными. Но я вам скажу, что с детьми проще работать, нежели со взрослыми. Когда взрослым даешь интервью, и они как бы... Ну, видно, что вот это их работа, и они хотят просто побыстрее, чтобы это все закончилось. То есть, а дети проявляют даже неподдельный интерес. Это очень приятно. И я вам очень благодарна, что вы меня пригласили на эту встречу. И... Да, побольше бы таких интервьюеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok